Мы идем сейчас по коридору, посмотрите на потолок. Здесь у нас 10 подрозетников, миллион на миллион сорок на шумоизоляцию, вентиляция два миллиона. Также расскажу про эту установку. И вот эти деньги, по сути, клиент взял и вложил именно в экологию. И здесь есть такое отклонение от проекта Алексея Земского. Друзья, вас приветствую. Мы находимся в квартире, площадь которой 100 квадратных метров. Здесь мы ведем ремонт по проекту Алексея Земского. Здесь семья айтишника, муж и жена и двое детей. И в этом видео я сделаю обзор этого объекта. Расскажу, какие мы работы здесь произвели, какие предстоит произвести. Также расскажу про эту установку, которую встретишь не в каждой квартире. Поехали. Начинаем мы, друзья, с обзора планировки. Здесь у нас прихожая, площадь которой порядка 3 квадратных метров. Здесь у нас коридор, который соединяет комнату мальчика с комнатой девочки и с комнатой родителей. Также у нас здесь 1 санузел, 2 санузел, а также серверная. Как раз это тема для айтишников. Ребята к нам приходят уже не в первый раз. Много внимания уделяют электрике, много внимания уделяют именно серверной и особенно интернету. На этом объекте у нас везде распределен кабель оптиково-воконный для того, чтобы связь была устойчивая. Заходим вот сюда, в квартиру мужа и жены, в квартиру, в комнату мужа и жены. И она состоит, скажем так, из визуально разделяемых двух помещений. Вот здесь будет установлена кровать. Здесь у нас сделаны два бра. И, кстати, это вот один из систем освещения. Другая подсветка у нас находится в откосах, как у Алексея Земского принято. Здесь вывод у нас под гирлянду, чтобы можно было подсветить окно. Кстати, мы вот в своих проектах Optima применяем гирлянды именно как интерьерное освещение. Потому что это просто и красиво и делает тепло, соответственно, в вашем жилье. Произведена шумоизоляция. Здесь у нас, значит, работы и материалы. Это миллион сорок. На материалы ушло семьсот тысяч рублей. На работы ушло триста сорок тысяч рублей. Так вот, шумоизоляция всего потолка. Сделано уже именно по желанию клиента. И здесь есть такое отклонение от проекта Алексея Земского. У него была запланирована шумоизоляция, но только стен. Но клиент захотел нарастить, соответственно. И, соответственно, мы сделали шумку и потолка. Здесь у нас есть несколько типов материалов. И они перед вами. Здесь у нас панели Zips 3 Ultra. А здесь у нас материал Zips Modul. Там у нас есть материал силомер. В этой панели силомер это вот этот вот желтенький материал. Вот эта вот квадратненькая штучка. Вот, достаточно дорогой материал, применяемый в шумоизоляции. На этом объекте мы применяем шумоизоляцию разных типов. И это все Zips панели. Подробности хочу узнать. Поэтому мы поедем в шоурум к Акустик Групп. Погнали! Ну что, друзья, мы приехали в Акустик Групп. Прояснить несколько вопросов по поводу шумоизоляции, которую мы использовали на объекте. Вот, тема для нас достаточно новая. Как говорится, мы привыкли работать с материалами, которые уже не первый год используются. А здесь как раз Zips Slim, который как раз новый материал, который мы применяли. И он отличается именно тем, что разработана специальная втулка, которая дает плюс 5 дБ к звукоизоляции. И вот особенность этого Zips в том, что его применяют с газобетоном. А газобетон очень часто применяется, соответственно, в межквартирных перегородках, а также в межкомнатах. И я сейчас покажу один момент, в чем проблема вообще каркасной звукоизоляции. Вот для нас, как для производителей работ, для нас важна скорость. Скорость для заказчика также важна скорость. И вот каркасные перегородки, они мешают нам одним этапом завершить, соответственно, цикл. Цикл электромонтажных работ. Когда ставятся каркасные перегородки, тогда нам приходится электрикам выходить, потом обратно возвращаться. И это все увеличивает стройку. И поэтому мы сейчас плотно занялись тем, чтобы монтировать перегородки из газобетона и как раз и монтировать на них шумоизоляцию, которая нам не будет мешать не разрывать этапы, не выгонять электриков, а потом обратно их не запускать и не ждать. Более 7 лет мы работаем с материалами Acoustic Group и применяем как каркасные системы, бескаркасные системы, потолки, стены, перегородки. И у нас несколько видеороликов есть на канале про шумоизоляцию. Ребята, вы искали самую тонкую шумоизоляцию? Вот она, самая тонкая. Пожалуйста, 37,5 мм вместе с акустическим гипсокартоном. Мы идем сейчас по коридору. Посмотрите на потолок. Здесь у нас нетрадиционная система вентиляции. Скажем так, она нетрадиционно выглядит. В основном вы видите, правило, другие воздуховоды. А здесь у нас гофрированные воздуховоды, упакованные в черную звукоизоляцию. И, соответственно, она у нас здесь запланирована двумя уровнями. Одни воздуховоды, это у нас приточка. Здесь есть коллектор, вот такое вот место распределения. И здесь уже в разные помещения, соответственно, система пускает воздух. В систему воздуха у нас также поступает еще и увлажненный воздух. Вот. Увлажнитель здесь у нас стационарный. Впрыскивает, соответственно, влагу вот в эту камеру. Направляет воздух, увлажненный туда. Датчик считывает степень влажности внутри, соответственно, воздуховодов. Вот. Все это, соответственно, управляется автоматикой приточно-вытяжной вентиляции. Как раз, вот я говорю вам, что мы перейдем туда, к такому большому ящику. Излишки горячей воды уходят в канализацию. Это у нас система приточно-вытяжной вентиляции. На приточно-вытяжную вентиляцию заложено 2 миллиона рублей. Здесь она сделана с достаточно большим запасом. Клиент у нас, напомню, айтишник. И они как раз уделяют внимание не молдингам, не каким-то там, не знаю, завитушкам, что-то еще. То, что как раз нагружает бюджет, но не дает профита клиенту. У нас вот практичные люди, айтишники, они уделяют внимание именно своему здоровью, автоматизации, ну, чему-то еще помещения. И мы здесь видим как раз, вот меня-то ребята просили, кстати, показать, как делают приточку, куда выводят. Вот здесь у нас, здесь есть воздухозабор. Углом, соответственно, туда заходит. Но, чтобы не портить фасад, сюда пошел, через глушитель прошел, пришел вот сюда. Между прочим, вот эта вот система у нас, это у нас там стоит вентилятор. Так, если я сейчас найду, где отключаться, потому что мне там показывал Александр, как здесь отключать, подключать. Здесь стоит система фильтрации, здесь электроклапан. И здесь, по сути, большая часть этой машины именно система фильтрации. А также еще и мощность. То есть, это установка такая, скажем так, с запасом. То есть, не на минимальном пределе, а с таким запасом, с хорошим, чтобы клиенту жить было хорошо. И чтобы воздухом можно было дышать, скажем так, полной грудью. И как раз, если мы говорим про дизайнерские ремонты, то часто там используют лепнину, двери-невидимки. Здесь ни того, ни другого не будет. Здесь будут двери с наличниками. И, соответственно, лепнина не будет. Так, идем дальше. Кстати, площадь вот этой гостиной больше 20 квадратных метров. Это кому, если интересно. Электроточек в данном помещении находится у нас 33. И у нас, по-моему, здесь три типа освещения. То есть, у нас там свет, тут свет, потом еще подсветки. Так, мы теперь переходим именно в серверную. Как раз то место, куда ребята-айтишники устанавливают свои серваки, свои шкафы. И это место отличается некоторыми нюансами. Во-первых, здесь у нас 10 подрозетников. Сюда выведены все коммуникации. Соответственно, здесь это будет установка стоять. Вот. Такой момент. Так как серверная, она греется, то здесь отдельно предусмотрен кондиционер. Он не подпитан к приточно-вытяжной системе вентиляции. Он здесь стоит отдельным блоком. Для того, чтобы именно этот блок мог охлаждать конкретно это помещение, не затрагивая другие. Вот. Если бы был умный дом, как, допустим, на других некоторых наших объектах. Например, в Вишневый сад. Тогда умный дом, да, может прям по помещению управлять. Но если умного дома нету, тогда вот такая вот система позволяет, соответственно, регулировать климат в помещении. Какие моменты? Если вы планируете умный дом, то это плюс, соответственно, миллиона два, минимум миллион. Вот на Вишневом саду у нас, по-моему, на умный дом ушло то ли три, то ли пять миллионов. Так, что мы от проекта Земского, Алексея, чуть-чуть изменили. В этом санузле по проекту изначально, так, раковина где была? Вот здесь вот была раковина, по-моему, да? А здесь был унитаз. И чуть-чуть это было не очень удобно. Стиральная машина должна была быть здесь, а здесь должен был быть шкаф. Мы это все дело немножко переиграли. Мы унитаз поставили сюда, сюда поставили раковину, чтобы как раз когда зашел, подошел, помыл руки, все нормально. Вот, сюда уже передвинули стиральную машину, а шкаф у нас будет здесь. И проем мы немножко сдвинули. Это есть небольшие изменения, и это пожелание клиента, ну и, соответственно, эргономика. Что хочется сказать про проект Алексея Земского? Я даже сейчас открою свой телефон. Мы записывали, за что вообще Алексея можно похвалить. То есть, за что, ну, чем проекты, к примеру, его хорошие. Давайте. Так. Так, похвалим. Приток воздуха присутствует в квартире. То есть, при проектировании его проектов, то есть, люди думают прежде всего о людях, которые заказывают проект, а не о молдингах. То есть, молдинги не улучшают ваше качество жизни, а вентиляция улучшает качество жизни. Дальше, что еще? Стандартизированные решения от проекта к проекту. Когда стандартизированные решения, то в исполнении такие проекты, соответственно, гораздо быстрее идут. Вот я хочу сказать, опираясь на наш опыт, и мы сделали больше 15 проектов Алексея Земского. Я сейчас просто перечислю несколько мест, которых мы делали. Это у нас, получается, Лефортово, Черемушки, Павлова, Цемлянская, Рассказовка, ЖК Водный, ЖК Гринпарк, кстати, где мы сейчас находимся, и так далее. То есть, эти объекты, они с проектами стандартизированными делаются гораздо быстрее. И если у клиента стоит запрос на рациональный ремонт и на скорость, то это хорошее решение. Так, что еще мы хотим сказать, плюсы отметить этого проекта? Меньше ориентирован на визуальное восприятие и больше ориентирован на практическую часть. А, кстати, про посещение объекта. Клиент выбрал нас, предварительно посетил несколько объектов конкурентов, посетил несколько объектов наших и принял решение в нашу пользу. Вот, поэтому, если у вас проект Земского, вы можете также сравнить нас с кем-то другим и принять правильное решение, к кому ходить. Отдельно с этой квартиры несколько видео про бюджеты, рассказаны на другом нашем канале, который у нас больше как лайв-канал. Что еще? Отмечу наш подход. Мы, соответственно, здесь меняли отопление полностью, упаковали радиаторы. Здесь еще, кстати, будет такое решение на чистовом интерьере. Здесь будут деревянные подоконники вместо пластмассовых. Кстати, прикол. Оказывается, что сейчас пластмассовые подоконники зачастую дороже, чем деревянные. Поэтому принимайте решение в этом направлении. Также, следующий момент. Мы закрываем материал клиента, чтобы все-таки ему было комфорта. В общем, нашему клиенту я передаю пламенный привет. С таким позитивом по жизни просто кайфово жить. Добра вам! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok